Ну что, зацепили Шадоу Демона у нас, в итоге Шадоу Демон лоу ХПшный, но все-таки уходит, ну и совсем немножко осталось ему ХП, ну справились с ним, причем справились игроки команды Вега, не отдали своего тиммейта оппонентам, а могли бы и отбить, ну в итоге ФБ не случился, и Паша отсюда сваливает, Паша кстати лоу ХПшный, тут башеры особенно не спасают от такого напора, с которым команда Архон напала на Тим Вега. Ну и видно, что изначально немножко поагрессивнее стали себя вести, чем до этого, ну и вроде как без фрага все осталось. ФБ не забрали игроки команды Архон, а вот команда Вега уже почувствовала силу и тот напор, с которым американцы будут давить. У Аша, ноуан, в оппонентах опять Квапа будет стоять, не Квапа точнее, опять стоять Ашу против Вайпера. В тот раз СФ вообще не зашел, и это все очень быстро таки сложилось для команды Архон, ну и сейчас у Вайпера ситуация тоже в общем-то приятная. Квапу гнобить можно, Вайпер из тех, кто может себе это позволить, ну и Квинов Пейн на данный момент в неприятной ситуации. Вайпер, вы видите, что делает, просто заходит на хайграунд и может позволить себе быковать. В общем-то, никто ему не мешает, ни Квапа, ни скиллы Квапы заходит и бьет, бьет и заходит, ну и траблов я не вижу в общем-то для команды Вега на данный момент на мидлейне. К тому же Вега еще и забрали очень важного героя, забрали себе Лешрака, Сема Зеслеер будет отыгрывать на нем. В конце концов Лешрак сможет у нас выйти в какого-никакого керри, а там уже разбираться со своими оппонентами. Ну и в лесу пошел у нас замес, лоу хпшный Сема Зеслеер, висит на нем Сандер Страйк, Сема Зеслеер выживает, пошел отдаваться нейтралам и получилось. У Лешрака лоу хпшка была, тут собственно можно было отдаться. В итоге два фрага уже якобы могло быть у команды Арху, но все отдаются, все потихоньку, понемножку, то сами себя добивают, то отдаются нейтралам, ну и в плюсе в любом случае никто не остается. Ну и Вега, разве что по голде немножко проседают, но соперникам ее не дарят. Корок без маны, и Паша уже должен наваливать здесь Короку, а Паша гуляет сам по себе. Паша почему-то и не убивает, и не дамажит, ну просто издевается над командой Архон. Его право, его право. Шадоу Демон уже на линии. Кстати, Корока можно ловить. Есть Сема Зеслеер, у него есть сплит-ос, просто надо отправить в Дизрапшн Урсу. 2 минуты 50 секунд сыграно. Вега 450 по голде, по экспириенсу чуть меньше сотни тоже для коллектива Вега Складрон. Корок 5 на 3, у Паши дела получше, 11 на 1. Ну и мидлейн, посмотрите, от Ноуана 18 на 5 против 8 на 2 со стороны Квапы. Ну это прям издевательство какое-то на Дашем. Ну и Ноуан проседает по ХП, но надо будет отхилиться, отхилиться. Аж тут не сильно преуспел, в вопросах фарма, артефактов новых, я думаю, пока еще и не появится. Ну батла есть, есть но у Талисман, стоять можно, если постоянно, правда, батлует уюзать. Пошел у нас Шадоу Страйк на Ноуана, и тут у Ноуана траблы. Умереть он, конечно, не должен. Ну и аж дальше не хочет прыгать. Или все-таки сумасшедший Квин оф Пейн. Неужели Квапа пойдет у нас под тавер? Нет, Квапа у нас упрыгивает, и... Сама-то без ХП. Два удара от Ноуана, все вопросы решила бы моментально. Ну и что, будет ли наплевать Ноуан по Ашу? Так, Сама-то Слеер в итоге у нас забирает Корака. Дальше продолжается погоня у нас за Фогидом. Фогид тоже должен отправиться в таверну. Блин, через одну секунду удар по Фогиду сделай же. Да, Паша, по идее, здесь Фогида забирает. Еще и Чадо может настрелять. Нет, Чадо уходит. 4-2 становится счет. Команда Вега-Сквадрон забирает двоих. Ну и двоих, правда, теряет. Это уже два настоящих фрага, никаких там нейтралов, никаких суицидов, никаких заборов. Одного, второго, ну и... Радиент, топ-тауэр, из-за атака. Так, у Веги преимущество. Тысяча голды, пятьсот экспириенс. Неплохо для начала это, при том, что они вроде как по счету 4-2 еще и проигрывают. Вайпер страйку, но она уже появляется. Играет страйка. Ммм, да, тут, конечно, заруба постоянная. Смотрю, пять-три счет становится. Пять с половиной минут уже сыграно. Ну и Вега не сдает позиции. Две тысячи по голде, по экспириенсу тысяча с копейками. Тоже для коллектива Вега-Сквадрон. Вроде и не собираются они никуда отпускать своих оппонентов. Американскому составу непросто против Веги. И сетка лузуров тут, я смотрю, попроще дается, чем сражение с Цедеком. Может, неприятный оппонент был изначально для команды Вега-Сквадрон. Цедек все-таки на уровне. Это китайская дота. И китайская дота хорошего такого образца. Плотненького. Веника. Ой, не Веника, Вайпера. Забирают на мидлейне игроки команды Аркон. Счет становится 6 на 3. Ну и преимущество с двух с копейками скатилось до 1300. В пользу команды Вега-Сквадрон все же. Полторы тысячи по голде Вега. По экспириенсу... По экспириенсу где-то 700. Тоже для российского коллектива. Корака видят. Дизрапшин отправляет Shadow Demon своего оппонента. Зажимать Корака вряд ли здесь будет. Хотя и лупят неплохо Корака. Ну и здесь Паша мог бы напасть на Корака. Хотя и огрести может неплохо. Здесь Паша. Паша просто делает блинкаут. Ну тут разъяренный Урса. Все это было естественно под оверпауэром. Могли бы настрелять очень не кисло Антимагу. Тем более не самый живучий герой на ранних минутах. У Антимага уже есть Пурман Шилд. Есть также у Паши Ring of Hells. Есть Boots of Speed и Ring of Bazilus. Этот в дальнейшем понятно, что во Владмер, я думаю, все-таки превратится. А вот эта вот фигнюшка превратится. Ну мне бы хотелось, чтобы все-таки в Battle Fury. Это было бы честно. Корак у нас без маны. Корака должны забирать. Дизрапшин отправляет его. Просто закрываете туловище. Сплитос под ноги. Корака убивает. 6-4 становится счет. Прилетает сюда Клокверк. Есть Хукшот. У нас уже у него на Пашу можно ворваться. Паша уходит отсюда. Но и Ренегейд ждет, в кого бы ворваться. Сема Зеслеер делает ТП-аут. Вижена нет. И улетает он. А Паша ждет свою очередь. Будет врыв, будем драться. Не будет врыва. Просто свалю отсюда. Фиссуру тоже потратили. Поэтому, в принципе, цеплять Антимага было нечем. И Антимаг улетает у нас на топ-лейн. А здесь свободная, абсолютно халявная ситуация. Сэндкинг прогоняет отсюда. Кого, кого, кого. Да, в принципе, вот кого и прогоняет. Клокверка прогоняет. Клок улетел у нас. Попайтится немножко вниз. А Паша перемещается на топ-лейн. Его вариантов здесь подфармить даже больше. Будем откровенны, чем внизу. Внизу приходится стоять против триплы. А на топ-лейне тут абсолютная халява. Стоя на фрифарме, зарабатывает деньги. И Тавар, еще команда Архонт, дарит своим оппонентам. Паша забирает его. И по Нетворсу, я так понимаю, в топе должны быть. В топе, на самом деле, у нас Сэндкинг находится. По Нетворсу уже две тысячи на руках. Это даггер будет до десятой минуты. Точнее, на десятой минуте будет даггер. Ну и все. Вот он, даггер, собственно. Сто голды осталось заработать. Сэндсторм первого левела. Тут долговато все это. Легче под копа дождаться. И таким вот образом заработать себе на даггер. Все, деньги есть. У Сэндкинга есть даггер. Есть шестой левел. Уже даже, кстати, и восьмой левел. Ну, самое главное, что есть Эпицентр. Поэтому масс врывы почему бы и нет. Паша побил Сапкуги. Так, развлечения ради. Ну и я думаю, что Вега по голде должны давить. Так и есть. Три тысячи с копейками для Вега Сквадрон по голде. И две тысячи по Экспириенсу. Тоже для коллектива Вега Сквадрон. У Корока 21 на 9. В это время у Паши Клипстат 34 на 5. Да тут 59 у Сэндкинга. Пошел врыв на мидлейн. Подкопали Аша. Ну и Аш никуда отсюда не денется. Так заплевали всякой грязью его, что Клопа тут явно умирает. 6-5 становится счет. Вега номинально выигрывает 5-4, если я не ошибаюсь. Там два фрага не достались коллективу Архон. Поэтому команда Вега Сквадрон может себе позволить продолжать дальше давить. Тут ситуация полностью в их пользу. И по фрагам, и по голде, и по Экспириенсу все великолепно для них. Ну и давайте пройдемся по левелам. Посмотрим, что там у кого как. Антимаг уже 6-й левел получил. Совсем немножко Паша остается до... До 7-го левела. Ну, я так смотрю по раскачке. Здесь 4 еще и куда-то в плюс, я так понимаю, ушли. Да, в плюс еще и ушли поинты на раскачку антимага. 7-й левел уже имеется. И вот здесь 2, здесь по одному и мановой. В общей сложности потрачено 5 очков. Ну и, пожалуйста, еще один плюсик прокачан. Плюс 4. Видно, что по силе плюс 4 уплаши. Ну, нормальный вариант. В принципе, антимагу всего достаточно. Дэмэджа много. Уже на данном этапе фармить можно без проблем. Эскейп есть. ХП имеется. Реген есть. Ну и почему бы в статы действительно не пойти антимагу, чтобы быть с повышенной выживаемостью. Сэн Кинг на нижнем лане. Уже на подпуш пошел. Ну и чат старается сделать у нас тп-аут. Видит его Сэн Кинг, оставляет здесь. Сэн Сторм будет ли заходить? А не обязательно вообще. Еще один фраг для команды Вега Складрон. И они фактически повели со счетом 6-4. 11,5 минут по фарму. Вега прилично так отрывается. 5 тысяч по экспириенсу тоже 4 тысячи. Паша не участвует в игре, по большому счету. И при этом его команда тащит. Здесь еще и Тавруля при смерти находится на данный момент. Просто подходи, забирай. А что Корок? У Корока не все прекрасно. У него есть Бутс оф Спит, у него есть Пурман Шилд. И на демедж вообще ничего для Урса. Антимаг хотя бы здесь антимаг сам по себе. Прилично так дамажащий. И какие-то вот те же скиллы по типу Мановойда, которые могут приговорить кого-то моментально. А у Корока дела. Не так приятно. Ну что, разбили здесь Коги. Скорее всего заберут у нас Шадоу Демона и... Клоку. Клоку достается этот фраг и Корока. Один подкоп, второй подкоп. Корок отправляется в таверну. Ну и пожалуйста, Саппорта разменяли на Саппорта и мейн керри команды Архон. По голде уже за пятерку перевалила Вега. Подкоп пошел по Ашу. Дизрапшн будет лид. Да, скорее всего будет. Тут надо просто по таймингу Семи все сделать. Аша поймали и Аша развалили. Эпи-центр не жален. Здесь Сэн Кинг. Так, есть Даггер, есть Аркан Буцы, есть огромное количество денег. Второе место для Сэн Кинга и здесь команда Вега-Сквадрон. Я думаю, что без трудностей должна закончить эту игру, потому что сейчас уже где-то ГГшкой запахло. Сто процентов. Ну все, Тима гуляющая уже. Команды Вега-Сквадрон перемещаются по лайнам. Где навязывают драку, там то драку выигрывают. Поэтому команда Архон здесь вынуждена уже бегать, я думаю, до появления хотя бы маломальских полезных артефактов. Появляется Блейдмейл у Клокверка. Он-то врываться может. Восьмой левел у него есть. У него все в принципе в порядке. Ну, например, ворваться в того же Шадоу Демона, это просто потратить хукшот. И вообще, присутствие Шадоу Демона в файте, это потраченный хукшот от Клокверка. Потому что Дизрапшн незамедлительно юзается. Ну вон, каша подходит. Вайперстрайк в него. Подкоп нету подкопа от Сэн Кинга. Ну и Квапа просто отсюда улетает. Бедная Квапа, как ей больно. Как же ей больно. Все, вайперстрайк спал. Пришлось батлу юзать. Половину хп аж потерял. В этом файте. Персик уже есть у Паши. 1350 на руках. Совсем немного остается до появления Клейма. Дальше будет Бродсворд, дальше будет полегче. Корок на топ-лейн переместился. Паша в соло будет ли нападать? А можно и попробовать. Хотя прыгать на Корока и тут без блинка остаться, это, наверное, не лучший вариант. Фогет должен видеть Пашу. Ну и толку, даже если увидит. Девятого левела антимаг и шестого левела дизраптор тут, конечно, не по шансам. И команда Вега-Сквадрон перемещается на топ-лейн. Под смоками все, кроме антимага. Паша вообще плевал на все это, он пошел фармить. Ну и, возможно, будет все-таки врыв. Сэнкинг в спину Фогиду. Фогидов должны забирать. Здесь, опять же, нет тавора. Сэнкинга никто не обидел. Ренегейда должны здесь ловить. Подко будет сейчас. Улетает на фукшоте у нас Клокверк. Но это не целый Клокверк. Это его бездыханная, собственно, механизм, с которым он состоит. Клокверка забрали. 80 становится счет. Зато антимага в это время забирает команда Архон. Ну и Квапа отсюда уходит. Аж этот фраг получил. По голде Архон и 700 подняли. По экспириенсу 1200. Тоже для данного коллектива. 7500 в общей сложности в Вега Сквадрон. И по экспириенсу 6000 тоже в пользу российского коллектива. И дальше Шадоу Демон за Чадом. Чад лоу хпшный. Ну и это сетка лузеров. Команда Архон сейчас уже может закончить эту игру. Напомню еще раз. Матч в формате Бест-Оф-3. Вега Сквадрон уже выигрывает со счетом 1-0. Тут, конечно, до последнего рубится Архона. Потому что проиграть здесь это вылететь, в принципе, из турнира. Главного турнира за всю историю. Вообще доты. Юл появляется у Аша. Квапам сильнее от этого, конечно, не становится. Ну, хотя бы где-то кого-то зацепить. Потому что сейчас команда Вега, ну, уверенно выиграет. На 17-й минуте превосходство в 7500 неплохо по голде. Ну и 7000 по экспириенсу тоже для коллектива Вега Сквадрон. Это, в общем-то, вещь отыгрываемая, в принципе. Ну, мейн-артефакты уже есть. У Сенкинга, кстати, форстаф практически готов. Совсем немножко осталось до его появления. Тут копейки на колечко. Ну и все. И Сенкинг будет уже затаренный. Ну, Сенкинги так заканчивают матчи. Тут на тебе, на 17-й с половиной минуте так много вынести. Ну, здесь плюс, безусловно. Так, поймали Шадоу Демона. Тоже небольшая проблема. Можно разбираться. Паша. Пытаются поймать его. Шадоу Страйк не долетел. Паша в итоге заивайдил его. Старается сделать и по аутшейкер. У него, скорее всего, это выйдет сделать. А здесь зажали в это время Клокверка. Еще раз отправляется в таверну Ренегейт. Ну, не идет и не идет. Действительно, тут команда Вега Сквадрон гораздо сильнее. И вот эта комбинация из Шадоу Демона или Шрака. Это прям печаль абсолютная для команды Архон. Любого можно ловить и любого разбирать. Или делать хотя бы так, чтобы он сам себя разбирал своими же иллюзиями. У Веги тут шансов как-то в файте не очень удачно подраться. По сути, и нет. Просто надо правильно все делать. Делать все по таймингу. И вы минимум минус один делаете. А там уже Ноуан через Вайпер Страйк наваляет. Там уже Сэнд Кинг с эпицентром залетит. Короче говоря, по пику, конечно, Вега смотрится очень уверенно на данный момент. У Корока появляется Даггер. Есть у него фейсбуцы. Зачем тебе Даггер, если ты идешь со счетом 0-3? Наверное, чтобы убегать. Как я понимаю, но он не лучший из проюзований. Корок пошел на Роху. Корок пошел на Рошана. Но ни Аджора нифига вообще нет. Он пошел бить Роху. Очень самоуверенно действует Корок. На данный момент Роху-то он допилил. Конечно, лоу-хпшный, но он все-таки допилил. А в это время падает Т2. Коллектива Архон, но он стоит у нас Старик Штарме. Не бьет Блейдмейл Клок. А теперь можно и развернуться. Ну и все. И Клок у нас старается сразу же сделать ТПА. Тренигейт еще раз умирать не хочет. Фоггит тоже отсюда улетает. В это время забрали у нас Урсу. Вот вам, пожалуйста, и Аэго полученное. Ну и Паша, по идее, Корока развалится. Час. Тут совсем немножко осталось. Все. Корока допилили. Антимаг зарабатывает третий фраг для себя. Счет становится 13-9 в пользу команды Вегас. Сквадрон. И по голде тут просто чудеса. По идее, должны быть в пользу российского коллектива. У Нована уже есть Огрклаб. Уже есть Таффу Физверд. И все это после Пойнт Бустера. Ну, 750 голды до появления Аганима. Неужели такое? Ну, смотришь по графикам. Ну, 8000 вегас. Сквадрон впереди. Смотришь здесь по графикам тоже. Там 7500. Вегас-сквадрон впереди. А смотришь по артефактам, по левелам. Вообще по фарму как-то слишком хорошо для веги все складывается. Кто должен фармить, тот фармит. Есть Владмир. Есть Battle Fury. Есть ПТ. Пурман Шилд. Все это для Паши. Ну, и здесь по фарму, конечно, антимаг распрекрасно себя чувствует. 9500 на 20-й минуте. ГПМ должен быть 466. Ну, очень хороший, плотный ГПМ. Тут Корок 350. Совсем нехорошо. Совсем. И вообще по Нотворцу вы видите 6700 Корок и 9700 для Паши. СК ждет у нас уже в кого бы ворваться. Но Аша в соло, наверное, нет смысла убивать. Хотя почему? Можно и попробовать. Ну, ждем. Будет ли эпицентр. Ну, хотя бы кто-то сюда должен перетянуться. Сема Заслэйер крипами занимается. Ну, и Сэн Кинг решил. Сильно здесь не стоять долго. Развернулся и пошел отсюда. Чат пытался поймать Пашу. И не до чата сейчас антимагу. Просто сваливать отсюда. Фарма теперь предостаточно для того же антимага. Бей, беги в любой части карты. Отхил есть. ХП. Нормальное количество. Особенно если переключиться у нас на силу ПТшкой. Постояли с антим плюс Аш. Подкоп пошел по нему. Не успевает Сема Заслэйер. А так могли бы подзацепить Аша. Хотя Аш прыгнул вообще не в ту сторону. Тут поворот не туда. Аша разобрали. 9-14. Ну и за десятку уже преимущества команды Вега по золоту. И 10 тысяч по экспириенсу тоже в пользу коллектива Вега Складрон. Под смоками Архоны вот переворот, да, я так понимаю, наметился. Но здесь ни на кого не наткнулся. Вега просто в это время идет по мидлейму. У Соло уже есть Глиммер Кейп. Уже тут прям даже у самых-самых саппортов стали появляться артефакты. Достаточно серьезные и уверенные. У антимага уже есть Яша. Паша и Яша. Тут, правда, проблему он отводы делает на вражеском стаке Эншентов. Вражеском, не на своем даже. Здесь отводов нет. А вот здесь, ну, было время, по таймингу разобрался, пошел и отвел, поел. 570 голды просто капнуло из ниоткуда. В это время Ноуан подпушивает по мидлейму. Есть уже Агонин. Уже КД на ульте. Ничкчемный абсолютно. 12 секунд всего лишь. То есть за файт 3 раза можно плюнуть в кого угодно. Готовится Шадоу Демон. Вдруг кто придет, сразу же будем забирать. Фогет так осторожно, осторожно, осторожно вниз спускается. Как будто есть шанс вообще хоть что-то сделать. Шейкер в это время нафармил на Даггер. Чат немножко поинтереснее может стать. Тут уже хотя бы эхо-слэмы будут более-менее продуктивными. Если опять же дадут их провязать и первыми не ворвутся. Корок сам на себя накричал. Под оверпауэром. На антимага. Башера здесь нет. Корок, кстати, не хочет драться с антимагом. Старается здесь размансить Корок. Урса прыгает на Сему Зе Слеера. Сплитой с под ноги себе Сему Зе Слеер. Дизрапшин прячет у нас Корока. Может получиться и никому не умереть из команды Вега-Сквадрон. Но в это время погибает у нас Дизраптор. Корок напиливает по Ноу Вану. Подкоп пошел от Мага. Ну и Корок лоу-ХПшный. Корока забирают. Минус 3 делает команда Вега-Сквадрон. Потеряли только Лешрака. Лешрак уже живой. Уже Сему Зе Слеер. Благодаря Бладстоуну отреспаунился. И снова файт. Снова файт. Нижний лайн. По идее должен сыпаться. У Паш уже преград никаких я не вижу. Появляется рецепт на Манта Стайл. И остается 800 голды до появления самого артефакта. Все это на 25-й минуте после Манта Стайла. Какой-нибудь Башер. И если вообще база команды Архун до этого момента доживет. Сейчас непонятно чем в принципе все это контролить. Команда Архун имеет не очень хорошо реализованного Урсу. Которого вот БКБ. Ну и тем не менее кайтят Урсу в файте очень уверенно. Дизрапшн от Шадоу Демона. Туда же под ноги Сплит Теос от Лешрака. Ну и все. Выжигают, разваливают. Там еще и Сент Кинг с таном. Ну неприятно. Команда Архун 15 тысяч проигрывает по золоту. 15 тысяч по экспириенсу. Как камбэчить? Пес его знает вообще. И здесь еще кстати Юл сейчас появится у Мага. Мультимобильный вообще будет Сент Кинг. Все. Подкопал Даггераут. Подкопал Даггераут. Может себе позволить 106 крипов у Сент Кинга. Ну-ка. Фарма. Ну пятое место по крипстату. По Нетворсу четвертое место. У Сент Кинга где это вообще видано такое. В это время хоть что-то Тамаш себе насобирал на дэмэдж. Появляется Аганин для Квапы. Немножко ХП. Немного повнятней. Соник Вейв становится. Ну и Квапа. В принципе поувереннее должна себя чувствовать. Ну и появляется Юл. Многовато. У Квапы так много полезных артефактов нет, сколько у Сент Кинга. Он и сам по себе за счет подкопа передвигается очень-таки неприятно для соперника. А здесь еще и форстаф, здесь даггер. Ну круто конечно, очень круто. Все складывается для команды Вегас Квадрон прям великолепно. 16 тысяч золота, 16 с половиной тысяч экспириенс. Хорошо все выглядит. Ну и дальше фарм от паши. Уже есть манта стайла. После манта стайла 2-100 на руках. Ну как его останавливать, этого антимага непонятно. ХП у него при ПТшке на силу за 1600 переваливает. Дэмэджа много. Иллюзии выжигают ману постоянно. Тут есть манавоид. Сейчас будет появляться еще и башер дальше. Абисал Блейд. Ну и этот антимаг в принципе минутик 35. Я думаю уже будет невывозимой целью для любого игрока командарха. Укорока БКБ. Он надеется на встроенный дэмэдж. Но пока ни на что другое надеяться не приходится. Команда Вега давит. Давит по голде. Преимущество свое наращивает. Эхо слэм пошел от чада. Хотя бы одного саппорта разобрать. Сему Зеслэйера отправляют в таверну. Эхо слэм от чада. Ульта у нас от квапы. И Паша пришел. Ну никого здесь уже в принципе не увидит. БКБшку собирает себе антимаг. Чтоб так вообще не достали. Ну и дополнительные хеллспойнты тоже не лишние будут. Ну и деньги продолжают капать, кстати, и магу. У Вайпера в это время уже есть. Давайте, кстати, вещички глянем. БКБ есть у Вайпера, есть Аганим. Это все в принципе было давно. Мека есть, Аквила есть. Шадоу Демон. Глимер Кейп. Имеется уже у Соло. Транквил Буци есть. Медальонов Кураж. Есть также урну в Шадоуз. Тоже всего много. Сэнд Кин. Мы видели. Даже обсуждать не хочу. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну и антимаг. Неужели БКБ себе купил? Да, все. Готовы БКБ для Паши. Это просто какой-то жесткач. Абсолютный Аша поймали. Не ультил здесь Сэнд Кинг. Зато ультил Ноу Анны и ульт уже откэдэшился. Здесь непонятно уже, что делать. То Тренингейт просто через Коги пытается подступить своих оппонентов. Точнее просто крипов, чтобы на хайграунд не заходили. Продолжается наращивание преимущества от команды Вега. 17 тысяч золота, 20 с лишним. По экспириансу. И Вега с квадрон на руху. Антимаг, в общем-то, и в соло бы запилил его. Ну, с компанией как-то и повеселее. Да и если кто придет. В ответ можно навалять. Ну и прочекал ситуацию Клоппер. А вот врываться, я думаю, что глупо было бы. В данной ситуации Паша побежал у нас на перерез. За Короком дальше Паша. БКБ у него есть, аэга есть. Можно тратить все это. Дальше прыжок от антимага. Корок против Паши. Все, Корок просто без маны. И все, антимаг отсюда уходит. Ему этот файт уже не интересен. Уже пора на новые артефакты какие-то нацелиться. Ну и посмотрите на фарм. 9800 для Корока на Урсе. И у антимага 18300. Тут просто ничего с ним по большому счету не сделаешь. БКБшка и... Плюс ПТ на силу. Это 1800 хп. Дефа тоже миллион для антимага. 21 попробуй. То есть снеси. 1800 хп. Да и сам антимаг отъедается очень плотненько. И отъедается, и бьет, и унижает, и издевается. Командархун. Ну и Паша уже напиливает Тавер на хайграунде. Тавер по большому счету будут отдавать. Корок готов врываться. Корок врывается на Нуван. Нуван провязал БКБ. Корока подкопали. Ульта пошла по Короку. БКБ Урса так и не провязал. Отправился в таверну. Уан Стапа был уже для Ноуана. Дальше наплевают по Чаду. Чад старается сделать ТП-аут. Его отсюда не отпустят. Чада забирают. Лоу хп-шный фогет. И все в принципе. На этом, я думаю, ГГ неизбежен. Дизраптор 9 левела. Ну куда здесь подходить вообще? 20 левела антимага. Он просто прыгает и стирает... Стирает с лица этой доты Дизраптора. Вопрос, я думаю, 2-3 секунд. Придвестия на руках у антимага. Уже можно приобретать себе баш. Ну здесь есть Аэго. В принципе, чую ее тратить. Падает вторая сторона. Третья тоже, в принципе, должна падать. Я думаю, что Вега как минимум должны попробовать. А пропрет, не пропрет. Здесь есть манта ставит. Все пропрет. Все, вы понимаете, да, что такое на 32-й минуте без какого-то сплэш ДДшника потерять три стороны. Это вообще невывозимо здесь. Хоть суицид. Стой. Это ГГ, ВП 100%. Ну, я думаю, уже стоит, в принципе, обсуждать, что тут команда Вега показала. Архоны, на которых возлагались некие надежды. Все задавали, так, ладно, у нас все-таки файт. Уже рано их похоронило. Антимаг начинает напиливать. Антимаг теряет у нас Аэго. Монстр килл от Ноуана. Он дальше за Короком. Ну и все. И врываться-то уже сейчас не получится. Или получится. Ну, Урсы, шансов других не будет. Интернешнл может закончиться прямо сейчас. Башер появляется для Антимага. И третьего левела появляется Дагун для Сэнкинга. Просто надо подойти его и забрать. И это просто убийственная сила будет, а не Сэнкинг. Подкопал. Плюнул. Развалил. Мега-крепы уже есть. Ну и все. И команда Архон сдается. Тут действительно без шансов. Тут команда Вега-Сквадрон не слезла бы со своих оппонентов. Поздравляем Вегу. Вега двигается дальше по сетке лузеров. И они в одном шаге. В одном шаге от того, чтобы выйти в основной этап. Теперь проигравший пары Цедек против коллектива MVP Phoenix падает у нас на победителя данной пары. Именно на команду Вега-Сквадрон. Ну что ж, услышимся через... Сейчас узнаю, сколько минут. Сейчас сообразим. Сейчас сообразим. Перерывчик. Сообразим сейчас, что у нас по матчам. Кто там падает, Цедек или MVP. И переключимся на главный и, в принципе, последний матч на сегодня. Вега будет играть у нас в финале лузеров против проигравшего пары MVP Phoenix и Цедек Gaming. Напомню еще раз, это студия игрокам ТВ при поддержке Team Empire. У микрофона, друг, не забывайте подписываться на наш канал. И все наши соцсети, все это внизу. Все, услышимся через несколько минут. Ждем матча, ждем с нетерпением. До свидания.